Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова на финансовых рынках разбираем те события, которые имели место быть. Вчера повлияли на динамику, на волатильность, ну и, собственно, помогли, либо не помогли нам заработать. Движение на финансовых площадках сейчас как нельзя характеризует сам факт колоссального интереса к этим торговым инструментам, потому что являются крайне волатильными. И это хорошо, потому что за волатильностью, за самим фактом движения кроются вот эти те спекулятивные трейды и возможности, которые мы стараемся использовать. Безусловно, друзья, вот это бремя, а может быть даже не бремя, какое слово мы бы сейчас не подобрали, все равно вряд ли удастся четко охарактеризовать и дать конкретное описание того энтузиазма, с которым сейчас трейдеры спекулируют, например, криптоинструментами. Родоначальник всей индустрии биткоин продолжает обновлять исторические максимумы, и это не вялая, скажем, перепись локальных максимумов, как, к примеру, по индексу S&P, NASDAQ, либо Dow Jones. Это действительно заявки на какие-то космические немыслимые уровни, и биткоин рушит все границы, потому что раньше у наших недоинструментов были какие-то своего рода рамки, трейдеры обращали внимание на этот актив, видели какие-то уровни, появляются немыслимыми. Раньше у нас была планка в 10 тысяч долларов, а сейчас еще 2017 год не закончен, а мы уже вплотную приближаемся к отметке в 20 тысяч долларов. Конечно же, друзья, учитывая тот новостной фонд, с которым мы работаем, те события, которые впереди, они хочешь не хочешь, волей-неволей, но заставляют нас задуматься о том, не достигнет ли этот инструмент совершенно уж заученных ценовых значений, такие как 100 тысяч долларов или миллион. Я думаю, что даже те трейдеры, которые раньше скептически относились к обозначению этих немыслимых сопротивлений, сейчас уже разделяют меньший скепсис, потому что биткоин настойчиво продолжает двигаться вверх, растет капитализация всего ассектора, то есть уже практически 300 миллиардов долларов, ничего не стоит увеличиться ей в целом еще сильнее, тем более, что на 18 декабря, я напоминаю, что через 10 дней вроде бы как состоятся запуски первых фьючерсных контрактов на Чикагской бирже. Это рынок деривативов, емкость которого куда выше, чем емкость системы биткоина. К примеру, если сравнивать, биткоин это 200 миллиардов, точнее 275 миллиардов сейчас долларов, то рынок Чикаго, рынок деривативов, это 630 триллионов долларов. Вопрос, конечно же, риторический, когда вы торгуете, например, одними инструментами и знаете, что сейчас хайпом тем является биткоин, но не имеете возможности поспекулировать, потому что он недоступен для трейда на той площадке, с которой вы работаете. И вот наступают прекрасные времена, когда эта площадка дает возможности торговать. Как вы думаете, логично рассчитывать на то, что определенные капиталы, определенная часть денег вот этого колоссального пола начнет постепенно перетекать и в торговлю спекуляции этим инструментом. Я думаю, что, конечно же, логично. Может быть, кто-то и не будет предлагать большие деньги, но попробовать, что это такое, конечно же, захотят многие. Поэтому сейчас перед биткоином стоит очень важный вопрос, я думаю, что лучше даже сказать и правильно, перед трейдерами, которые спекулируют биткоином, что будет дальше. Либо мы увидим пробой планки в 20 тысяч долларов и стремительный рост гораздо выше, либо запуск фьючерсных контрактов, снова напоминаю, ориентируясь на дату 18 декабря, положит начало совершенно другой отрасли. И направлению спекуляции этим инструментом, а именно игре на понижение. И, может быть, акулы, которые сейчас и создали хайп, собственно, помпировали, собственно, всю динамику этого актива в последние месяцы, они как раз и ждут, когда в рамках более-менее каких-либо легитимных законных границ, хотя даже сам факт наличия фьючерса не говорит о том, что эта система будет полностью регулирована. Даже сам факт наличия этого актива в полеарсенале Чикагской биржи тоже не говорит о том, что это, скажем, система, которая удастся нивелировать определенные моменты еще, скажем, неловкости, можно отметить так, для тех трейдеров, которые хотят спекулировать, прежде всего, регулированными инструментами. Да, мы помним, что Чикагская биржа отметила, что у нее все равно не будет тех инструментов, которые есть, к примеру, в ношении акций, бандов, фьючерсов, опционов. Потому что сама система тех инструментов, которые строятся над технологией блокчейн, это система, которая выходит за плоскостью привычной регуляции. Ну, я думаю, что если разбираться по терминологии, вы все прекрасно понимаете, с чем связана эта специфика. Да, Чикагская биржа, регуляторы, которые следят CFTC, комиссии будут бдительны к тому, что на рынке станет происходить в плане ценообразования, будут бдительны к тому, как проходят торги, как накапливаются объемы, как исполняются сделки. Потому что, учитывая волатильность этого инструмента, безусловно, нужно будет крайне быть внимательным со стороны регулятора, чтобы эта площадка не превратилась в какую-то массовую манипуляцию курсом определенной заинтересованной когорты инвесторов. Друзья, это, скажем, расклад. Либо мы растем дальше, либо, возможно, 18 декабря – это начало полоценного разворота, возможно, это риторического вопроса. Но нужно принять для себя позицию, либо вы спекулируете дальше покупками, либо вы все-таки уже начинаете защищать ваши ордера, ваши позиции. Я надеюсь, что вы смогли прокатиться на этом ралли. Я, в принципе, давно рекомендовал покупать биткоин, учитывая то, что мы сначала готовились к запуску этого фьючерса. Теперь есть уже конкретные даты. Есть еще неделя, друзья, чтобы попробовать прокатиться на биткоине. Мы видим периодические коррекции на этом инструменте. Они, в принципе, небольшие. Если вы посмотрите за последние несколько недель, то откаты, если происходят, то они не превышают 1500 долларов. Поэтому для тех трейдеров, которые все-таки хотят снять сливки с рынка, использовать текущие возможности по максимуму, вам, может быть, и стоит размещать стоп и ордера чуть подальше, чем, опять же, откат на 1500 долларов и уже ставить на перепись новых максимальных значений. Для тех трейдеров, которые уже заработали прилично и понимают то, что лучше сейчас зафиксировать то, что есть, нежели гадать, что будет дальше, тем более на фоне объективных рисков, лучше и вовсе выйти уже из биткоина, потому что рост был чудовищным, его по-другому не назовешь только с начала этого года. Это тот актив, который дал возможность заработать полторы тысячи пунктов, точнее процентов даже больше. За день у нас рост на 20%, за неделю на 70% и то ли еще будет. Рекомендую следить за календарем, ждать эту дату 18 декабря, смотреть и анализировать, как меняются рынки на строение. Если рынок будет дальше аккумулировать все больше ликвидности, мы продолжим расти до этого события, до этой заветной такой хронологической отсечки. Если же на рынке появятся панические настроения, которые, возможно, станут следствием того, что большое количество трейдеров скорее станут разделять идею того, что грядет эра икринопонижения, тогда вы тоже можете уже в динамике понять, например, если биткоин навалится на 2-3, 3,5-4 тысячи долларов, это явно уже тревожный звонок. Друзья, нужно будет переориентироваться к капиталу уже в другую сторону, либо выходить с рынка и немножко посидеть на заборе, посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Но пока основная рекомендация – держим, держим, держим. Ну, возможно, новых позиций не открываем. Отвлеклись мы на теме биткоина, на том, что сейчас происходит на рынке инструментов. Безусловно, буду снабжать вас информацией дальше, друзья. Но давайте сейчас к более приземленным вещам. Это к нефтянке, к классическому набору рынка фореса, CFD-активов, в том числе и товарного сырья, которое мы разбираем с вами изо дня в день. Если уж много времени потратили на биткоин, давайте чуть покороче по нефти, особенно в свете того, что ситуация в целом не изменилась. Клод вчерашнего дня 62.10, сейчас актив торгуется на уровне 62.17. Вчерашняя торговая сессия – это восстановление для нефтянки. Есть ли причины какого-либо мощного позитива, который может быть самотранслирующимся, скажем, дальше, и поспособствует тому, чтобы мы продолжили восстановление, двинули в район 63, да нет таких причин. Ну, единственное, что вчерашний отчет аналитика Global Plats, который гласит то, что объемы добычи в рамках стран ОПЕК в прошлом месяце снизились на 220 тысяч до 32-35. Ну и что снизились, ты бог с ними на самом деле. Показатели в 32,5 миллиона – это лишь то условие, которое должно сейчас выдерживаться странами ОПЕК. Это отнюдь не какой-то залог того, что страны ближневосточного картеля создали дефицит на рынке углеводородов и крайне сознательны в степени исполнения своих обязательств. Эта статистика будет меняться, и я думаю, что ни для кого не станет секретным, либо какой-то неожиданностью, если через месяц мы будем говорить о том, что производство нефти в рамках ОПЕК выросло на 300 тысяч баррель. То есть, сам факт того, что мы можем допустить абсолютно другую реальность и резкое изменение вот этих статистических показателей, уже говорит нам о том, что на этот фундаймент особо внимания обращать не стоит. Возможно, рынок продолжает все еще резонировать, ну, может быть, те, кто еще раньше дремал и спал на достигнутом соглашении. Да, и сделку ОПЕК продлили до конца 2018 года, но вопрос, будет ли она эффективной и способствует ли ребалансировке рынка, как того ожидает и как на это настраиваться. Почему я с такой иронией отмечаю вот эти позитивные моменты? Да потому что у нас есть Соединенные Штаты Америки, которые позволяют нам оставаться скептиками в отношении перспектив нефти, потому что что не релиз по штатам, то подтверждение, что этот регион претендует на звание региона номер один по объемам добычи и не участвует ни в каких сделках, и плевать хотел, в принципе, на то, что происходит в плане вот этих договоренностей. Производство нефти как росло, друзья, так и растет. Более того, я хочу обратить ваше внимание на статистику среды, которая была опубликована от Администрации аналитической информации, там были и запасы нефти, и стиллятов, и бензин, и еще объемы нефтедобычи. Так вот, упустили мы момент по общему показателю производства, я сейчас возвращаюсь к нему и делаю очень большой акцент на то, что мы работаем цифрой в 9,7 миллиона. Что это значит? Это значит, что объемы добычи выше, чем даже мы с вами пытались предположить. И с учетом тех планов, которые были обозначены Администрацией аналитической информации, я думаю, что этот месяц, еще в целом год, будет завершен на новом историческом максимуме подобычи в 9,8 уже миллионов баррелей в сутки. И совсем уж что-нибудь рукой подать по заветной планке в 10 миллионов. Можно даже говорить и рассуждать сейчас мыслями категории сопротивления, которые есть для цифр, в данном случае для объема добычи. И явно, скажем, движущие силы, которые сейчас толкают объемы добычи, это нефтяные платформы и терминалы, они стремятся к этому показателю. Друзья, ну что будет с рынком нефти, когда штаты начнут добывать 10 миллионов баррелей в сутки? Тоже, на мой взгляд, совершенно очевидно. Рынок будет сыпаться, потому что объемы запасов и общее предложение будет только увеличиваться в целом на глобальной арене, на глобальном рынке. Да и плюс ко всему, действительно, я обращаю ваше внимание на ту премию, которая сейчас присутствует между активами Brent и WTI. Она действительно указывает на то, что, может быть, ОПЕК заигрались в соглашении. Потому что для основного рынка сбытов ближневосточного картеля, это азиатские регионы, для Азии сейчас более предпочтительными являются покупки и гораздо более дешевого сырья, именно американского сырья. Потому что WTI на порядок торгуется сейчас ниже, чем тот же самый Brent. Что будет с нефтью дальше, друзья? Я думаю, что на долгосрок, стоит лишь повторить, мы ждем минимум в районе 55 долларов за баррель. На более короткий промежуток времени я жду тестирования планки 60 и движения актива ниже. Сегодня у нас в 21.00 по московскому времени статистика Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Уверен, что перевалим мы с вами за планку в 750 штук единиц. 749 их сейчас. И дополнительный прирост платформ должен стать дополнительным таким звоночком либо сигналом, аргументом, чтобы усилить коррекционную динамику. То, что котировки сейчас на отметке 62.17, не значит то, что у нас нет шансов добраться до уровня 60 под закрытие такого сессии. Нефть движется очень быстро и ничего не составит особого труда, как я скажу, эти два доллара с небольшим. Евро против американца. Котировки, друзья, 1.1760 ниже, чем мы выделили вчера. Евро под давлением. Хорошо, это то, что соответствует нашему с вами прогнозу. Мы ожидаем европейскую валюту в районе 1.15-1.16. Вчера давление на евро оказала статистика по промышленному производству Германии. Резкое снижение в месячном выражении на 1.4%. В прошлый раз тоже у нас было, кстати, отрицательное значение минус 0.9. В годовом тоже пиговая цифра 2.7% с 4.1. Экономический рост в целом УВП еврозоны по квартальной оценке на 0.6% в соответствии с ожиданиями и показателем прошлого периода. Ну, здесь, опять же, хочется по евро закончить тем, что статистика плохая. То, что евро ослаб, легко сейчас связать с этими данными. Но я думаю, что все-таки не релизы повлияли, наказали основное давление на евро, а рост американского доллара, который остается основным, скажем, лидером, доминантой для общих хроничных настроений. И его рост тут же приводит к слабости рисковых инструментов, особенно от эталона всего валютного риска евро. Поэтому интересует, друзья, что будет с евро, разберитесь, что будет с долларом. Интересует, что будет с долларом, доллар будет расти, соответственно, евро будет испытывать плесень. Не вижу причин для роста главного валютного риска. Доллар японская, иена. Вчера у нас очередная репетиция перед выходом Non-Farm Payroll вслед за статистикой по EDP. Классика недельная. Заявки на пособие по безработице 236 тысяч с 238 тысяч. Еще одна порция позитива. Настраиваемся на хорошие цифры сегодняшнего Non-Farm Payrolls. Ждем даже больше отдачи позитивных и хороших новостей не по количеству приросту новых рабочих мест, по динамике разгона зарплатных плат. Потому что зарплаты – это индикатор будущей потребительской активности. И в целом мы знаем, что именно потребсектор для американской экономики остается главным драйвером и катализатором. Соответственно, выход сегодняшних сильных данных по Non-Farm Payrolls толкнет вверх десятилетки американские, подтащит с собой доллар. Но это может быть так. Это, конечно же, лишь сценарий поведения инструмента. Но я возлагаю на сценарий большие надежды. Считаю, что шансов куда больше сегодня увидеть растущий доллар, нежели чем слабый. Следующей важной вехой для доллара будет, собственно, можно сказать, даже сегодняшняя торговая сессия без Non-Farm Payrolls, потому что сегодня дедлайн по продлению финансирования правительства. Ориентируйтесь на это. Также решение, уверен, будет принято, потому что не будут допускать повторения ситуации 2012 года. Принятие решения по продлению финансирования, снятие автомата с рынка риска, который немножечко тормозил сейчас доллар. И, соответственно, доллар, который освободится от атаков, может действительно рвануть выше текущего значения. А 113.36, друзья, это не так уж и мало. И что ему стоит добраться до планки в 115 йен против доллара, где мы давно не видели уже эту валютную пару. Более важной датой является заседание ФРС. Следующая среда, это 13 декабря и еще более крутой день, 22 декабря. Это дата, когда должно быть принято окончательное решение по налоговой реформе. То есть, когда два законопроекта от палаты представителей Сената сведут в единое, и когда под ним подпишется Трамп, тоже настраиваемся на позитив. В общем, где не копнуть, везде потенциальная поддержка для доллара. Ну, нужно, чтобы доллар, не только мы это осознавали, но и сам доллар начал на этом отрастать. Фунт против американца. Здесь волатильность тоже зашкаливает. Давненько мы такого не видели. Мы оказались чуть ли не на планке 1.33 вчера, ближе к европейской торговой сессии, и сейчас котируемся уже на уровне 1.35 фактически. То есть, локальный рост в рамках одной торговой сессии сначала падение больше, чем на 50 пунктов, потом восстановление на 200 пунктов. Причина – это рыночная реакция. Это нервозность трейдеров, которые следят за новостями по Брэйзиту. Сначала на рынок вчера пришел негатив о том, что разногласия более существенные по границе с Ирландией, и эти разногласия могут быть причиной того, что до саммита, который пройдет 15 декабря, Еврогруппа и, лучше сказать, Евросоюз, так и не сможет договориться с Англией по основным моментам Брэйзита. Это ухудшило настроение. Однако после пришло сообщение Reuters о том, что Ирландия и Англия крайне близки к достижению соглашения. И это развернуло пункт, это сразу же ухудшило настроение, потому что снова появились надежды на то, что Тереза Мэйс может договориться с Европейским Союзом еще до середины, друзья, этого месяца. Мой сценарий, и как я вижу ситуацию, считаю то, что смогут договориться. Очень много уже воды утекло, очень много они сталкивались лбами, не было прогресса, каких-либо, скажем, объективных точек соприкосновения. Сейчас все заинтересованы в том, чтобы эта ситуация двигалась дальше, двигалась вперед, и есть уже очевидные жесты доброй воли, скажем так, как желание достигнуть консенсуса по многим вопросам со стороны Англии, которая раньше занимала такую политическую позицию и видела только свои интересы. Сейчас стороны прогибаются друг под друга, и это хорошо, потому что в конечном счете это способствует повышению новостного фонда. И если есть надежда на позитив, то есть все возможности увидеть пару фонд-доллар на отметке 1.37-1.37-1.38. Спекулировать этим инструментом, друзья, молодцы, потому что фонд будет, скорее всего, дальше расти, и вы перед Новым годом сможете заработать еще больше. Доллар-франк, пару слов буквально, 0.9950. Сейчас почему обратил внимание, потому что Reuters вчера изобиловал сообщениями для рынка Форекс, и последний комментарий опроса аналитиков 13 из 15 считают то, что по-прежнему еще по центру на 5-10 франк перекуплен. Если он перекуплен, друзья, то доллар-франк у нас может котироваться уже в рамках первого квартала 2018 года на отметке 1.02-1.03. 350 пунктов потенциального профита, хорошая цель, интересен франк, спекулируйте, рассматривайте длинные позиции. Доллар-канадец продолжает у нас расти, восстанавливаться. Сейчас котировки 1.28.55, мы ждем эту пару на отметке 1.30. В целом уже по канадцу говорили, вопрос по повышению ставок остался в подвешенном состоянии, скорее всего это не раньше конца первого квартала, поэтому будем следить, так же как и Банк Канады, за всем, что происходит в плане прошлых решений по ужесточению политики, затем как потребитель адаптируется к этому, будем использовать слабость нефти для того, чтобы толкнуть канадца вниз и будем использовать положительный фонд по доллару, чтобы поспособствовать росту для пары доллар-канадец. Цель 1.30. Из важных событий сегодня, кстати, по британству ждем данные по промышленному производству, статистика, скорее всего, будет хорошая, потому что у нас уже более сильные отчеты по производственному сектору, значит фонд может продолжить расти. В 16.30 ориентируемся на рынок труда, но он фармферл, свой уровень безработицы, количество новых рабочих мест и рост заработной платы, и по 20.000 рублей. Статистика по нефти, Baker Hughes, количество объективных терминалов, ждем небольшого пинкапа для закрытия сессии вниз для нефтянки. Ну и хочется завершить, друзья, этот брифинг, помимо того, что классические, напутственные, желаю вам крайне результативные торговые сессии, профитов, прибыли, замечательных выходных, еще могу обрадовать многих, то, что на какое-то время, скажем, я вынужден откланяться, меня будут безусловно подменять мои коллеги, вы без информации, без новостей, без фундамента, без сделок идей не оставитесь, потому что я, как и всегда, обещал вам держать вас в курсе, как это назвался, груздем полизать об кузов. Не будет у меня, друзья, две недели по возвращению, попробую очень быстро наверстать, скажем, все упущенное, быстренько войти в клю, вернуться к вам и вместе продолжим анализировать рынок. Ну а пока пользуйтесь случаем, отдыхайте от меня, наслаждайтесь с покойными началами торговой сессии, вам помогут мои коллеги. В хронологии эфирное время не меняется, в 9.30 мы, как и всегда, ждем вас в прямом эфире через перескоп, для того, чтобы разбирать ситуацию, которая будет складываться на финансовых рынках. На этой ноте давайте завершать, всего доброго, хороших вам предстоящих еще двух торговых сессий, увидимся, ну, практически скоро, до Нового года увидимся. Всего доброго, до свидания.